Сегодня подтвердилась информация о гибели рабочего предприятия «Звездочка». 23-летний слесарь-монтажник пострадал при взрыве баллона с воздухом на судне «Академик Ковалев», строительство которого сейчас ведется в центре судоремонта. Сегодня на месте ЧП уже работали следователи и комиссия предприятия. Испытания на судне «Академик Ковалев» накануне закончились трагедией. В одной из систем произошла разгерметизация соединения между воздушным баллоном, который находился под высоким давлением и шланговым соединением трубопровода. Баллон сорвало с места крепления и отбросило в сторону. В результате инцидента серьезно пострадал 23-летний слесарь-монтажник. С черепно-мозговой травмой молодого человека доставили в ЦМСЧ-58. К сожалению, медики не смогли ничего сделать. В 0 часов 30 минут он скачался. Сейчас на судне ведутся работы все в штатном режиме. На данный момент работает комиссия. Она была создана сразу же после происшествия. Все выводы будут сделаны по результатам ее работы. Пока специалисты не берутся, точно сказать, что именно стало причиной трагедии. Ошибка рабочего или же техническая неисправность системы. Погибший слесарь-монтажник пришел на «Звездочку» три года назад. И молодого человека нельзя назвать неопытным сотрудником. Свои выводы сделают исследователи Следственного комитета. Сегодня они работали на судне «Академик Ковалев». В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято парциальное решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе от возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц ОЦС «Звездочка». Если вина ответственных лиц подтвердится, то по статье за нарушение правил техники безопасности начальству погибшего может грозить до четырех лет лишения свободы. Следователи отмечают, такие ЧП на «Звездочке» происходят с завидной регулярностью минимум раз в год. Стоит отметить, что у погибшего рабочего осталась беременная жена. На предприятии нас заверили, что готовы выполнить все социальные обязательства перед семьей своего сотрудника. Напомним, судно, на котором произошла трагедия, строится для военно-морского флота с 2011 года. Прошлым летом корабль спустили на воду для достройки. Совсем скоро академик Ковалев должен выйти в море на испытание. Сергей Курбан, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.